Кали Мэра Сасс дорогие друзья, с вами Анастасия Элефтериаде с выпуском новостей за прошедшую неделю. 20 июля исполнилось 46 лет со дня турецкого вторжения и дальнейшей оккупации острова Кипр. Этот день прошел под знаком траура на Южном Кипре и в праздничном настроении на Северном. Президент торгово-промышленной палаты Перея, предприниматель Василис Каркидис призвал греческих бизнесменов ввести эмбарго на торговлю с Турцией, а потребители бойкотировать турецкие товары в связи с превращением собора Святой Софии в Стамбуле в мечеть. 22 июля президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с премьер-министром Греции Кириакосом Мицетакисом. Как сообщили в Кремле, речь шла об изменении статуса собора Святой Софии в Стамбуле. Было подчеркнуто исключительное культурное, историческое и духовное значение этого уникального объекта всемирного наследия и то, насколько важно сохранить его как общечеловеческое достояние, символ мира и согласия. 23 июля президент Франции Эммануэль Макрон написал на своей странице в Фейсбук о том, что Франция солидарна с Грецией и Кипром, которые выступают против турецких нарушений по отношению к суверенным правам их государств. Надо отметить, что этот пост Макрон написал на греческом языке. 24 июля был объявлен днем траура для всего православия и эллинизма в связи с превращением собора Святой Софии в мечеть. По всей Греции был слышен траурный звон колоколов. В этот день в соборе Агея София впервые за последние 86 лет прошел пятничный намаз. Напомним, что 10 июля президент Турции Раджеп Эрдоган подписал указ о превращении музея Агея София в мечеть. В этот же день в Москве и других городах России эллины и филэллины пришли в православные храмы, чтобы помолиться о единстве православного мира и сохранении его святынь. Также в Москве в храме всех святых на кулишках по инициативе московского общества греков состоялся молебен святой равноапостальной княгине Ольге, чей день памяти отмечается 24 июля. Тем же вечером в Солониках состоялся марш протеста из-за превращения собора Святой Софии в мечеть. А теперь новости греческой диаспоры России. 18 июля эллины Краснодарского края провели отчетно-выборную конференцию, на которой был избран новый председатель региональной и национально-культурной автономии Краснодарского края Анатолий Георгиевич Гуров. Эллины Ставрополья сняли ролик, в котором напоминается, что собор Агея София основан христианами и останется сердцем православного мира. Эллины городов Кавказских минеральных вод приняли решение объединиться в Союз греческих общин КМВ. В него вошли Есентукская греческая городская национально-культурная автономия Перикл, Минераловодское общество греков Энатис и Пятигорская община греков. 23 июля Большой друг Эллинов, историк-византинист, доктор исторических наук, президент исторического факультета МГУ, академик Российской академии наук Сергей Павлович Карпов, встретился с ростовской греческой диаспорой, посетил греческие места Ростова-на-Дону и презентовал свою книгу «История Трапезунской империи». Греческая молодежь России в рамках проекта «Маяки дружбы» посетила Мемориал памяти воинов Советской армии в поселке Пятимурск Волгоградской области. 24 июля группа молодых греческих активистов провела протестную акцию в городе Новороссийске, направленную на призыв турецких властей одуматься и прекратить провокацию христиан посредством преобразования Святой Софии в мечеть. Новости культуры и образования Школа номер семь в российском городе Симферополе на полуострове Крым выпустила ролик, в котором рассказывается, что уже три года, как в этой школе дети, не просто изучают греческий язык, но и погружаются в греческую историю и культуру. Параллельно у ребят есть возможность самореализации, они участвуют в театральных постановках на русском и греческом языках. Российская джаз-певица греческого происхождения Таис Урумидис презентовала свою новую песню «Слезы дождя». Эту песню и многое другое вы сможете услышать на сольном концерте Таис, который запланирован на конец августа в Москве. И в завершении этого выпуска поздравляем болельщиков греческого футбольного клуба «Олимпиакос», который уже в 45-й раз завоевал титул чемпиона Греции. На этом все. С вами была Анастасия Эльфтериадия и новости недели от проекта «Я грек». Пусть Господь оберегает ваши очаги. До встречи в следующем выпуске. Субтитры создавал DimaTorzok